Каждый автолюбитель периодически ведет борьбу с лишней влагой в автомобиле. Как она проявляется? Да очень просто. Чаще всего вы видите ее в виде конденсата на стеклах вашего автомобиля. Конденсат образуется на окнах автомобиля по нескольким причинам. После мойки, когда на автомобиль выливается огромное количество воды, она попадает в полость автомобиля, под резинки, особенно когда они уже изношены. А если на территории мойки открывались двери автомобиля, то излишняя влага в обилии, содержащейся в воздухе на мойке, впитывается элементами салона. Вторая причина – резкое изменение температуры воздуха в салоне. Обычно это справедливо для зимнего периода и приводит к появлению инея на стеклах, отогреть который быстро не получится. Ну и самая распространенная причина запотевания стекол – наши ноги. Когда мы садимся в салон, то заносим на обуви очень большое количество воды в межсезонье или снега зимой, который точно так же превращается в воду. Что мы применяем для профилактики? Подкладываем газеты под коврик, а когда совсем не в моготу, используем печь для осушения. Но есть метод лучше – осушители и влагопоглотители на основе силикогеля. Чем плохи газеты? Во-первых, их нужно периодически менять. Во-вторых, намокая, они перестают сдерживать влагу и сами становятся источником увлажнения и распространяют кислый запах. Чтобы исключить все минусы газет, возьмем такой вот осушитель. Разместим мешочек под сидением. Мешок с осушителем содержит высококачественный силикогель, гранулы которого интенсивно впитывают влагу. А кроме нее еще и консервируют неприятный запах, который может появиться при испарении воды. Преимущество налицо. Всегда чистые руки при отсутствии лишней влаги и посторонних запахов в салоне автомобиля, а также длительный срок службы осушителя. Проведем эксперимент. Создадим повышенную влагу в автомобиле так, чтобы стекла запотели и оставим с включенным двигателем. Как видите, за 10 минут изменения слабые. Сохраняется высокая влажность. Теперь разместим под сидениями пассажира и водителя мешки с влагопоглотителем. В этом случае оказалось достаточно 5 минут, чтобы сильно снизить влажность, а за 10 минут от конденсата не осталось и следа. Субтитры создавал DimaTorzok